Дайджест недвижимости На втором и третьем месте Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Их жители могут приобрести на зарплату по полтора квадратных метра. В лидерах рейтинга также Тюменская, Мурманская, Иркутская области и Камчатский край. В числе аутсайдеров, несмотря на достаточно высокую среднюю зарплату, оказалась Москва. На 78 тысяч рублей в месяц можно приобрести лишь полметра дорогой столичной недвижимости, отмечают эксперты компании «Финэкспертиза». Дайджест недвижимости Владельцев недвижимости, находящейся на арендованной земле, призывают сообщать о ее продаже. С таким заявлением выступили специалисты Департамента муниципальной собственности администрации Кирова. Это позволит владельцам избежать начисления необоснованных платежей, если участок земли находится в аренде. С заявлениями необходимо обращаться по адресу улица Воровского, 39, кабинет 123. По понедельникам, вторникам и пятницам их принимают с 8 до 11 утра, по средам и четвергам с 13 до 16 часов. Дайджест недвижимости Городские власти проверили условия в новом доме для детей-сирот Влингасова. Объект на улице Гражданской, 33, сдан в конце прошлого года и в настоящее время заселяется жильцами. Дом стал уже седьмым построенным в областном центре для детей-сирот. Жилье для них возводится в Кирове с 2012 года на средства федерального и регионального бюджетов. При строительстве объекта были учтены недостатки, имевшие место ранее, сообщил начальник управления строительства и развития инженерной инфраструктуры администрации Кирова Сергей Стяжкин. По его словам, в здании применены современные отделочные материалы, оборудована усиленная система вентиляции, на окнах имеются клапаны для проветривания. Кроме того, существенно укреплен фундамент, чтобы предотвратить проникновение влаги в подвал. Сейчас в администрации города готовят конкурсную документацию по отбору подрядчика для строительства еще одного дома для детей-сирот. Он появится на улице Павла Корчагина в Коминтерне к концу этого года. Далее информация от наших партнеров. Кировский кирпичный завод реализует силикатный и керамический кирпич, а также силикатную плитку. Лицевая силикатная плитка используется как для облицовки цоколей зданий, так и для благоустройства прилегающих территорий. Насыщенный глубокий цвет, точность размера в соответствии с заявленным характеристикам и многоступенчатый контроль качества производимой продукции. Вот те ключевые факторы, что отличает продукцию Кировского кирпичного завода от аналогов на строительном рынке. Только до конца мая Кировский кирпичный завод предоставляет скидки на лицевой кирпич. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости